Здравствуйте, товарищи! Встреча с песней приглашает своих слушателей к приемникам и динамикам. Сегодняшняя встреча у нас с вами 35-я. Субтитры создавал DimaTorzok Отец ушел добровольцем на фронт, а мы с мамой и маленькой сестричкой остались в тылу. Папа погиб. Это было ужасно, но в те дни такие страшные вести получали многие. Мне не пришлось совершить подвиги на фронте, но мы, латышские девушки из Ярославской спецшколы медсестер, помогали, как могли нашим бойцам. Ухаживали мы тогда и за ленинградцами, которых еле живыми привезли к нам после прорыва блокады. Нашим самым сердечным другом в те дни была песня. Мы плохо еще знали русский язык, но любовь к песне помогала нам его выучить. Теперь уже сыну моему 17 лет. Он говорит мне, мама, у вас песни были лучше, чем теперь. Не знаю, я не очень-то разбираюсь в музыке, я медицинский работник, но песни тех дней очень близки моему сердцу. Очень бы хотелось услышать вновь песню о Ленинграде, которую мы пели в 1943-1944 годах. Авторов ее не знаю, мелодию припоминаю, но слова уже почти все позабылись. Припев был такой. «Ленинград мой, милый брат мой, родина моя». Думаю, что многие ленинградцы будут рады вновь встретиться с песней их молодости. С уважением, Мирдза приедет. Латвия, Валгский район. И еще из письма об этой песне одно. Подписано оно так. «Москва, Григорий Чернышев». Кстати, вот таких сведений маловато для того, чтобы мы могли заранее известить нашего корреспондента о дне передачи. Но мы будем надеяться, что Григорий Чернышев слышит нас сейчас. «У меня в памяти, – пишет товарищ Чернышев, – ожил эпизод одного фронтового концерта. В конце июля 1944 года, после тяжелых боев на Карельском перешейке, в наш батальон морской пехоты приехала концертная бригада. Весь Балтийский флот всю войну жил мыслью о Ленинграде. И вот один из участников бригады, молодой лейтенант, спел нам песню о Ленинграде, которую мы до той поры ни разу не слышали. Когда он закончил петь, в первое мгновение наступило какое-то оцепенение, какая-то необычная тишина. Каждый, видимо, унесся мысленно в Ленинград, к своим, вспомнил довоенную ленинградскую жизнь. И все артисты, и сам певец как-то растерялись. Все как будто ждали чего-то. И вдруг кто-то громко крикнул «Качать лейтенанта!» Невозможно описать, что тут произошло. Все вскочили и ринулись к сцене, где стоял растерявшийся певец. Несколько сильных, загорелых морских пехотинцев, как пушинку, подхватили на руки лейтенанта и понесли по залу. Лейтенанту жали руки, обнимали и целовали. У него даже слезы выступили от радости. Дорогая встреча, вот что я помню из текста этой песни. «Знаю, знаю, гремит канонада там, где мы проходили с тобой. Под разрывы фашистских снарядов наша молодость вышла на бой. И припев «Там под вечер тихо плещет невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, Родина моя». Разыщите, пожалуйста, эту песню. Она дорога не мне одному. С наилучшими пожеланиями Григорий Чернышев, Москва. Мы нашли запись песни, о которой вы нам пишете. Песня была написана в годы войны композитором Анатолием Лепиным и поэтом Павлом Шубиным. Называется она «Ленинград мой, милый брат мой». Вот эта песня. Поет ее Анатолий Александрович. Где б я ни был заброшен войною Среди черных и дымных полей Все мне чудится сад под луною И на взморье гудки кораблей. Там под вечер тихо плещет невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, Родина моя. Знаю, 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 гремит канонада, Там, где мы проходили с тобой. Под разрывы фашистских снарядов Наша молодость вышла на бой. Там под вечер тихо плещет невская волна. Ленинград мой, ленинград мой, Родина моя. Но бессильные смерти блокада И пройдет словно песенка вновь По вечерним садом. По вечерним садам Ленинграда Беспокойная наша любовь. Там под вечер тихо плещет невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, Родина моя. Ленинград мой, Ленинград мой, Родина моя. Дорогая встреча, здравствуй. Здравствуй и сегодня, и завтра, и всегда. Слушаю тебя или выключив по возможности свет, или с закрытыми глазами. И тогда в памяти всплывают вновь мой дом, пустыми глазами окон, смотрящий в сад, Израненные осколками вишни, растоптанные кусты сирени и песни. Песни тех лет. А еще раньше эвакуация. Военный госпиталь в станице Васюринской за Краснодаром. Там мама работала санитаркой. В госпиталь привозили раненых с передовой, оказывали им первую помощь и отправляли в глубокий тыл. Быть может, маленькая девочка с темной челкой напоминала им собственных детей. А может быть, нужно было излить накопившуюся временем нежность. Или им просто нравились мои песни. Спой девочкой просили солдаты, и я пела. Пела совсем не детские песни. Время было не детское. Сегодня мне кажется, что чайку я пела чаще других. Передайте эту песню, пожалуйста. Алла Ярохович, Смоленск. И вот такое письмо из Бахчисарая, Крымской области, от Ксении Даниловны Куликовой. «Я вспоминаю дни обороны Севастополя в 1941-1942 годах. Мы работали в гарнизоне по обслуживанию фронта. К нам приезжали из всех частей. Очень часто приезжали два летчика, Владимир и Андрей. Они не могли друг без друга, и все свободное от полета время были вместе. У нас стоял патефон с пластинками. Как только друзья появлялись, один из них, Владимир, ставил пластинку с песней «Чайка». И они слушали эту песню. Однажды Андрей пришел один. Он молча подошел к ящику с пластинками, разыскал пластинку с чайкой и поставил ее на патефон. Как только были пропеты первые слова песни «Чайка смело пролетела над седой волной», Андрей схватил пластинку, ударил ее об пол и молча вышел. Позже мы узнали, что Владимир во время боевого задания не вернулся из полета на Керчь. Он погиб смертью храбрых. Дальнейшую судьбу Андрея я не знаю, так как мы за два дня до сдачи Севастополя эвакуировались на лидере Ташкент. Я очень прошу вас передать песню «Чайка». Пусть она будет памятью о летчике Владимире, отдавшем за родину свою жизнь. Чайка смело пролетела над седой волной, Окунулась и вернулась, пьется надо мной. Ну-ка, чайка, отвечай-ка, вдруг ты или нет, Ты возьми-ка, отнеси-ка к милому привет. Милый в море, на просторе, в голубом краю, Передай-ка, птица, чайка, весточку мою. Я страдаю, ожидаю друга своего, Пусть он любит, не забудет больше ничего. Чайка смело пролетела над седой волной, Окунулась и вернулась, пьется надо мной. Чайка взвилась, погружилась, унесла стрелой, Поретает, улетает мой конверт живой. Поретает, улетает мой конверт живой. Звучала «Чайка» Юрия Сергеевича Милютина И Василия Ивановича Лебедева-Кумача. Пела ее Валентина Ивантеева. В этом письме речь идет об одном из наших слушателей, Чье письмо мы читали как-то во встрече. Письмо из Челябинска от Александра Зайцева. В одной из передач «Встреча с песней» Было прочитано письмо Веры Будянской Из Краснодарского края. Вера Будянская в 43-44 годах Была в числе обслуживающего персонала Эвакуационного госпиталя В селе Ракитном Курской области. В письме она просила откликнуться тех, Кто был на излечении там в тот период. «Дорогая встреча с песней, Не могли бы вы обратиться к Вере Будянской Со словами признательности от всех фронтовиков, Бывших в этом госпитале, За ее благородный труд По уходу за ранеными бойцами?» «Дорогая Вера», — продолжает Александр Зайцев, «В августе 43-го года в течение нескольких дней Я был на излечении в вашем госпитале В селе Ракитном Курской области, И вы делали перевязку и мне, 18-летнему сержанту из 8-й гвардейской дивизии. Спасибо вам, Вера». С уважением, Александр Зайцев, Челябинск. Два письма об одной старой матросской песне. Письмо из Тамертау от Василия Терешкина. Помните у Есенина «Русская песня, ты русская боль». От себя добавлю и радость. И вообще, если так можно выразиться, «Русская песня — это русская жизнь», Жизнь русского народа на всех этапах его истории. Я не знаю название песни, о которой пойдет речь. Начинается она словами «Спустилась ночь над бурным Черным морем». Вероятно, в ней речь идет о восстании на броненосце Потемкин. Хотелось бы услышать ее. Сергей Гололовов из города Днепродзержинска. «Передайте песню для ветеранов революции». Эта песня спустилась ночь над бурным Черным морем. Как-то я слышал ее в исполнении Леонида Утесова. Вот, товарищ, эта старинная матросская песня. Поет ее Леонид Осьмич Утесов. Спустилась ночь над бурным Черным морем И за кормой бежит за валом вал С бывалым старым мориком до зори Матрос на вахте молодой стоял. Скажи мне правду, ведь служил ты, дядя, на корабле. Что воевал с царем, служил сынок. Скажи же ради Бога, как красный флаг вы подняли на нем. А было так, тогда на нашем судне служил помощник, старый изувер. Он избивал нас в праздники и будни Не человек, а просто лютый зверь. Команда вся построилась, сказали, Что командира требует народ. В безмолвине суровым мы стояли Один матрос лишь выступил вперед Но в тишине, в суровой напряженной Вдруг выстрел одинокой прозвучал И пули в сердце насмерть пораженный Он, заливаясь кровью, упал Убийцу вмиг матросы раскачали И смерть нашел в пучине подлый враг И на могучем корабле подняли К восстанию зовущий красный флаг И на могучем корабле подняли К восстанию зовущий красный флаг Покойника одели в саван белый На вал, на рез товарища снесли И шел народ проститься с мертвым телом И каждый поклонился до земли А он лежал шинелькою покрытой Белела надпись на груди его Чтоб был народ, как тот матрос убитый Один за всех и все за одного Чтоб был народ, как тот матрос убитый Один за всех и все за одного Наши постоянные слушатели помнят, возможно, что в 33 выпуске мы обратились ко всем, кто нас тогда слышал С вопросом, не помнит ли кто-нибудь мелодии фронтовой песни «Как ты встретишь меня, любимая» Очень многие товарищи просили нас разыскать и восстановить эту памятную многим фронтовикам песню И вот через несколько дней мы начали получать письма, где приводились ноты этой песни Бандероли и посылки с пленками и пластинками Звуковыми письмами, где были записаны голоса наших слушателей, напевших мелодию этой песни Ну, надо вам сказать, что, несмотря на то, что, казалось, мы уже избалованы вашим вниманием к передаче Мы были этим очень взволнованы, очень тронуты Некоторые москвичи звонили по телефону в редакцию, предлагали свою помощь Бывший фронтовик, инженер Борис Григорьевич Мишин нашел возможность приехать к нам из Подмосковья И спеть нам эту песню, ноты, которые мы записали с его голоса Журналист Сергей Михайлович Феклистов любезно предложил нам вырезку из фронтовой газеты Где напечатаны были текст и ноты песни Кстати, об истории этой газетной вырезки мы расскажем позднее, когда песня будет записана Встреча с песней очень благодарна за помощь также Тамаре Васильевне Кругловой, музыкальному работнику из Москвы Аде Ивановне Жуковой, старшему преподавателю Пермского педагогического института Товарищу Гиталовой из Краснодара Раисе Константиновне Вьюковой Любове Архипне и Марату Александровичу Ильюшенок и их сыну Андрейке из Воркуты Александру Кириловичу Плакунову из Ленинградской области Мы благодарим также Елена Максимовна Милинцевич из города Спаска-Рязанской Веру Павловну Волинееву из Курска Лидию Михайловну Буркову из Калужской области И многих-многих других товарищей, которые очень помогли нам Сейчас редакция занимается сравнением различных вариантов мелодии песни «Как ты встретишь меня, любимая» И как только будет определенный и более верный вариант Песня будет записана и включена во встречу Мы обязательно тогда известим всех наших корреспондентов Приславших нам сведения об этой песне О том, когда она прозвучит в нашей передаче Еще раз большое вам всем спасибо, товарищи, за помощь Все продолжают и продолжают поступать к нам письма от матерей Которые потеряли в годы войны сыновей своих И многие из которых продолжают надеяться на их возвращение Ждут их Когда читаешь такие письма, особенно остро чувствуешь отвращение и ненависть К тем, кто считает войну неизбежным и даже необходимым явлением в жизни человеческого общества Все вот эти письма, письма пожилых уже женщин Это, наверное, самые яркие, самые впечатляющие и самые страшные документы против тех, кто бредит войной Много таких писем Но мне почему-то особенно запомнилось крошечное письмо Которое пришло в адрес нашей передачи после второго или третьего ее выпуска Кончалось это письмо так «Ушел сын и не вернулся Одна и осталась Старенькая Мария Андреевна Тулина, 72 года, город Чапаевск Редко встретишь художественное произведение о последствиях войны Которое бы потрясало так, как эти две строчки Эта песня прозвучит для супругов Плехановых из Тихорецко-Краснодарского края Которые нас просили о ней И для тех матерей, которые до сих пор ждут своих ребят Субтитры создавал DimaTorzok Все люди спят, но мать не спит сейчас И не смыкает мать усталых глаз Была война, был сын убит мою Прикрыл он сердцем родину свою Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Все люди спят, но мать не спит сейчас И льются слезы из усталых глаз И много дней, и много лет Она все сильно ждет Ориоза матери из кантаты Новикова На стихе Рублева «Нам нужен мир» Пела Ирина Архипова Письмо из Ленинграда от Нины Антонны Тихомировой Дорогая проникновенная встреча с песней Хочу поделиться с вами своим сокровенным Так сложилась моя жизнь, что 25 лучших ее лет Я проблуждала по путям баптизма Но велико мое счастье, что не совсем еще уснула душа моя Убаюкиваемая пением религиозных псалмов В 30-х годах, когда в моем доме появился громкоговоритель Ворвалась в мой душный быт песня Я боролась с ней, объясняя внутреннее волнение Возникавшее при ее звучании Соблазном дьявола Но песня победила Ведь в ней был зов самой жизни Она разворачивала душу Будила дремавшие человеческие чувства Пробудив их, песня уже не давала ему снуть И сделала душу мою эхом своего голоса Спасибо ей Тихомирова Нина Антонна Ныне пропагандист атеизма Ленинград Любителям старинных романсов Наталья Пичковская из города Махачкалы Можно многое сказать в пользу реабилитации старинных романсов О чем шла речь в обстрече с песней как-то в сентябре Вы абсолютно правы, что в дурном вкусе В первую очередь надо упрекать исполнителей Которые берутся петь старинные романсы А не сами романсы И потом стоит помнить, когда, в какое время они были написаны Поэт Александр Блок, надо думать, обладал достаточно тонким вкусом Блок очень любил романсы и песни В его дневниках, где приводятся тексты 16 песен, популярных в то время, есть запись Все это переписано из полного сборника песен В исполнении Вяльцевой, Паниной, Каринской Еще бы найти, как хороши те очи Потом колокольчики-бубенчики Где сказано Бесконечно жадно хочется мне жить Очевидно, во многом очарование этих песен Продолжает Наталья Пичковская Надо отнести за счет исполнения Вспомните, что прославленная русская драматическая актриса Вера Федорна Комиссаржевская Славила с исполнением романцев под гитару И ее любили слушать Рахманинов, Шаляпин и многие знаменитости артистического мира Мне вспоминается рассказ Ивана Бунина «Благосклонное участие» В рассказе, этом написанном с обычным для Бунина совершенством Речь идет о старой певице, живущей одиноко и дающей уроки Как певица она уже давно забыта всеми И вдруг ее приглашают принять участие в благотворительном вечере В пользу нуждающихся воспитанников гимназии Она начинает задолго готовиться к выступлению Она готовится к нему с необычайной тщательностью И чувством большой ответственности Бунин пишет Она прекратила уроки, никого не принимает И сама не выходит из дому, опасаясь схватить бронхит К слову сказать, продолжает автор письма Тем молодым нашим вокалистам, которым не знаком этот рассказ Хорошо бы прочесть его Товарищ Печковская, мы хотим предложить вам сегодня один из старинных романцев О котором у нас спрашивают многие слушатели Это старинный романс «У пруда» Его исполняет Александр Борисов, партию гитары Сергей Сорокин Вечерний час Под липами густыми Мы встретились на берегах пруда Как будто никогда Друг друга мы не знали И не встречались никогда Временем сорваны Юности розы В память о прошлом Одни только слезы В память о прошлом Одни только слезы Скажи мне, друг, зачем ты ищешь встречи И что влечет тебя на берегах пруда Я позабыл тебя К былому нет возврата Оно исчезло навсегда Старостью сорваны Старостью сорваны Юности розы В память о прошлом Одни только слезы В память о прошлом Одни только слезы Ну а теперь вновь к рубрике «Найдите песню» Письмо из Волгоградской области от Александра Александровича Соломатина Ваша передача своеобразная кладовая человеческих чувств и воспоминаний Ведь как любви, так и песни Все возрасты покорны У меня тоже просьба 13 лет назад я работал в молодежном тракторном отряде У нас был патефон с набором пластинок Но мы единодушно крутили одну «Кружевница» и «Кузнец» Или иначе «За рекой у Зори» Найдите эту песню Хочу, чтобы ее со мной послушали мои односельчане Виктор Иванович Иванчук, Надежда Петровна Добронравова, Геннадий Петрович Николаев Которые и поныне остались верны своему хлеборобскому званию И еще письмо Здравствуйте, встреча! Пишет вам Иван Наум Джеребцов Из города Дмитриево Курской области Найдите, пожалуйста, песню «Жил кузнец веселый за рекою» Авторов, к сожалению, не знаю Чем она для меня дорога? Тем, что с 12-летнего возраста я стал работать в кузнице Сначала молотобойцем, а потом 35 лет проработал кузнецом Вся моя жизнь связана с любовью к моей профессии Очень хочу встретиться с любимой песней «Вспомнить молодость» Вы, товарищи, пишете о песне «За рекою Зори» Компанейца на слова Ашанина и Кондарева Вот эта песня поет Зоя Рождественская Жил кузнец веселый за рекою Никого собой не беспокоя Но во все округи девушки-подруги То бледнели, то краснели Встретив кузнеца Эх, цветы луга, птица и волга Ты гори во мне, любовь моя Ты гори во мне, любовь моя А за лесом, где закат тмится Расцвела пивунья-кружевница И во всем районе славили гармони Молодую кружевницу Синие глаза Цветы луга, птица и волга Ты гори во мне, любовь моя Ты гори во мне, любовь моя Если двое крашев всех в округе Как же им не думать друг о друге Робка кружевница И любовь моя За рекою зори догорали Мы на свадьбе день и ночь гуляли Заходи, проложи, выпей с нами тужи Пей за счастье кружевницы С добрым кузнецом Цветы луга, птица и волга Ты гори во мне, любовь моя Письмо из Ташкента От Владислава Поплавского Несколько слов о состоянии нынешней песни Я преподаю в Педагогическом институте Литературу девятнадцатого века Читаю лекции Пытаюсь научить студентов трудному делу Отличать хорошее от дурного И пропагандировать хорошее с той высокой страстью Какой, к сожалению, обладают далеко не все создатели нынешней песни Некоторые из них выпускают песню на свет Божий В новом наряде короля И от этого страдают все Так и хочется спросить всех этих создателей Словами Симонова Да где ж вы душу потеряли? Сколько же можно призывать к тому Что необходимо беречь нашу русскую советскую песню Выстраданную и рожденную историей Годами побед, боли, неудач, радостей Об этом по-разному в разное время много говорилось Однако хороших песен все еще мало Особенно велико убожество поэтического материала, идущего на песню Уже говорилось о том, что можно и должно композиторам использовать наше богатейшее поэтическое наследие Уткина, Светлова, Исаковского, Кедрина, Фатьянова Я уже не говорю о поэтах 19 века, на стихи которых можно было бы и сейчас создавать добротные лирические песни Владислав Поплавский, город Ташкент Об этой современной лирической песне мы получили за последнее время довольно много писем О том, что это хорошая, сердечная, лирическая песня Мы согласны с вами Скоро осень За окнами август От дождя потемнели кусты Я знаю, что я тебе нравлюсь Как когда-то мне нравился ты Отчего же тоска тебя гложет Отчего ты так грустен со мной Разве в августе сбиться не может Что сбывается ранней весной Что сбывается ранней весной За окошко краснеют древины Дождь в окошко стучит без конца Ах, как жаль, что иные обиды Забывать не умеют сердца Не напрасно Тоска тебя гложет Не напрасно Ты грустен со мной Вид на августе сбиться не может Что сбывается ранней весной Что сбывается ранней весной Субтитры создавал DimaTorzok Скоро осень За окнами август От дождя потемнели кусты Я знаю, что я тебе нравлюсь Как когда-то мне нравился ты Как когда-то мне нравился ты Звучала песня Яна Фрэнкеля и Инны Гофф Август Пела ее Аида Ведещева Встреча с песней закончила свой 35-й выпуск Редактор передачи Тереза Ремшевич Подготовил и провел встречу Виктор Татарский До свидания Всего вам хорошего Субтитры создавал DimaTorzok